Песня Новиков сочинил не одну сотню песен. В фильме прозвучат самые знаменитые из них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для Анатолия Новикова всегда важны живые контакты. Сейчас мы увидим Анатолия Григорьевича в Московском музыкальном училище имени Ипполитова Иванова в беседе с будущими учителями хорового пения. О себе несколько слов. Где я родился, как я провел детские свои годы, наверное. Потому что это имеет потом большое значение. То, что в детстве слышал, где-то потом уже в позднем возрасте отзывается потом. В особенности у музыкального человека, который сочиняет то, что он слышал, это держится долго. Вот. Я родился на Рязанщине. Точнее, даже в городе Скопене. Это маленький уездный город. Всего 16 тысяч жителей был. Но очень живописный такой. Там у нас было много садов. Значит, весь город в садах был. И у нас был сад. В нем были замечательные яблоки, антоновки. И груши были. Бергамот их называли. И даже еще были зеленые груши. Такие бессемяновки. Их нельзя было кушать, когда они висели на дереве. А потом, когда их, значит, снимут и положат, они наливают соком. Вкусные, мягкие делают. Все так далее. Я всегда, когда бываю сейчас на родине, приезжаю туда. И, значит, на машине, когда мы едем, я смотрю на эти поля. Удивительные поля. Особенно вот, когда они вспаханы и еще ничего не засеяно. Черные, черные. Земля. Чернозем, говорят. Но это говорят, это слово. А я вижу, значит, чувство, это чернозем по-другому. Мне хочется, значит, руками похватать эту чудо, красивую зеленую. Песня. 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 Впервые услышанная в далеком детстве от отца и матери песня заполнила всю жизнь композитора. Песня возвращает Анатолия Григорьевича вновь и вновь на родную Рязанщину. Песня увлекает его в дальние поездки по стране. Рязанский русский народный хор поет песню Анатолия Нойкова «Родная сторона». На зорке умываются, до солнышка стоют. Рязань моя, красавая, родной привольный край. Я не могу забыть, как я, мамочка, когда я ее посетил в Капине, в 1946 году приехал, я разделся, и говорю, мамочка, из колодца из нашего, дай мне водички попить, из нашего. Вот в этом колодце у нашем, в котором все мы пили воду, это значит, вода прошла через эту землю, не через каменистую и песчаную где-то там, а вот через эту, хорошую, богатую, красивую землю черноземную. Вот, наверное, что-то в этом есть и такое, что человек с детства впитывает в себя и где-то на родине, там, цоки, так сказать, родной земли. Песня. 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 Девушка рязанских, они пели песни во время работы. Это я хорошо запомнил, наши рязанские песни. Они пели про любовь, о дуале женской. В общем, обычные народные наши русские песни, рязанские, на голоса, по голосам, красиво пели. Вот еще краска, вот такая настоящая народная наша рязанская песня. Я почему об этом так, кстати, говорю, потому что потом действительно это дало себя знать даже в творчестве. При долине куст Калины исполняет эстонский ансамбль Лайне. ПЕСНЯ 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 Восемь лет я пошел учиться в школу, в начальную приходскую школу, а одновременно пошел в хор петь. У меня дисконт был, хороший голосочек. Но учителя были у нас. Приходил эгент со смачком и со скрипочкой в школу. И он нас учил петь, учил петь, голосом управлять, дыханием управлять, нотом даже учил. Ну, это было, конечно, чудно. Это с восьми лет, с девяти началось. И потом это у меня и пошло дальше. Потом я поступил учиться в Рязань, в учительскую семинарию. Там тоже музыкальная учеба, помимо основного учебы, общепразовательная была хорошо поставлена. Даже я помню, отрывки из оперы Глинки, Иван Сусанин ставили. И даже в циническом виде их ставили. То есть декорации сделали, костюмы, хор пьем на сцене, оркестр маленький. И директор играл на рояле. Учитель гусь в серии очень огромной скрипки. Хотелось им, чтобы мы, когда кончали учительскую семинарию, выходили учителями, и шли, значит, сельские учителя в школу, чтобы мы, значит, и музыку туда принесли тоже. Не только учили ребят в грамоте, математике, арифметике, что ли, но и вот, значит, чтобы искусство с нами ушло, село. Осенью в 1921 году поступил в Большую консерваторию государственную, о чем я, так сказать, мечтал давно, в предыдущие годы, чтобы поступить туда, учиться. Я принес, с чем я поступал? Я принес целую папку своих сочинений. Там были хоры, песни разные написаны. Там была былина, были гемурнцы, опера такая целая. Так что довольно внушительная такая папка была. Меня принял в свой класс. Никто иной, как профессор Глиер, говорит, может, в класс композиции. Вот то, о чем я мечтал. Разумеется, я учился в консерватории не только у Глиера, сочинять музыку, а там был и анализ форм, профессор Куонис. Там меня учили истории музыки, музыкальной литературы, и сразу же профессор учил дирижирование, чему я очень доволен. Это мне пригодилось в моей профессиональной работе все время. Это была интереснейшая учеба, и многое она мне дала. Многое дала. В частности, работа по полифоне. Вот по полифоне, это когда одновременно звучат много разных голосов. Это сложное, но и очень красиво. Там есть какие-то закономерности, как они должны располагаться в мелодии этих голосах, перекрещиваться между собой. Вот это всегда было изучать, много упражнений писать, чтобы постигнуть и потом где-то, значит, использовать в своей работе. Веселый пир Новикова. На слова Пушкина исполняет государственный московский хор художественный руководитель Владислав Соколов. Веселый пир Новикова. На слова Пушкина исполняет государственный московский хор художественный пир. Поплетает слово Пушкина исполняет государственный пир. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Не захочет написать, значит, позабыла, Значит, надо понимать, вовсе не любила. Что ты, Вася, друг большой, зря себя так мучишь, Если любит всей душой, весточку получишь. Ой, милого, ой, Вася Васильев, эй, Не принцу, бойцу, кручи, на место, парень, давай, Если дожить, кричи, но никогда не умивай, Место твою, не давай, никогда не умивай, не умивай. Пришивай, при чём, при чём, дружба остаётся, Если сердце горячо, девушка найдётся. Кричи больно, не туши, завтра твой денёчек, Выше голову держи, Вася Васильев, ой, милого, ой, Вася Васильев, эй, Не принцу, хочу, причина, не забывай, Не забывай, если забыли, причина, никогда не умивай, Не с тобою, не давай, никогда не умивай. Знаменитая песня Новикова на слова шведова «Смуглянка» входит в репертуар не только советских, но и зарубежных певцов. Сейчас эту песню исполнят София Ротару и югославский певец Микки Евремович. «Стали је там на нарасвјевце, Загалјану соседни сад, Там су галјака, Малдавата, Сабираје твинака, Я креснеју, я бледнеју, Зага тјелас друг сказа, Станје млад јекоју, Сорки бедније, Загалјану соседни садо, СклајануесodsIX». Песня «Смуглянка» Песня «Смуглянка» В современном фильме о Великой Отечественной войне «В бой идут одни старики» звучит знакомая всем «Смуглянка». Песня «Смуглянка» 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 Пыльно туман, холода тревоги, да степной бурьян. Край сосновой солнце встает, у крыльца родного мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями все глядят во вслед за нами родные глаза. Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян. Снег ли ветер, вспомним друзья, но дороги эти позабыть нельзя. Музыка Кончилась война, наступила победа, праздновали эту победу все мы, весь советский народ. Отличное настроение у всех. Мне удалось тогда написать солимом песню о нашей родине, прекрасной родине, которая, значит, победила врагов. Россию песню, помните ее. Светит солнышко, на небе ясное, цветут сады. Вот эта песня. Россия вольная, страна прекрасная, советский край моя земля. Ее подхватили пиццы разные, кенора, солисты, Лемешева ее спела и другие товарищи от его ансамбля. Следующая песня еще была одна, удачная. Эта песня на слова «Родина моя», на слова Льва Ивановича Шадина. Вы, как музыканты, должны помнить, она начала сразу с припева, с такого мощного, сильного вот этого. Родина. Трезвучие параллельно идет вниз, потом распев появился лирический и так далее. Могучая песня в мужских хорах, в смешанных хорах. Ее пели, да и сейчас поют. Я вот недавно ее прошел, недавно слышал из приватки, там на праздниках песни, эту песню любители петь, тоже так вот, большими хорами, 20-ти тысячами, 30-ти тысячами хорами поют. Это «Родина моя», хорошо поют. «Родина моя, милая, любимая, неружбима, непреступна, Родина моя, милая, spotted на полу. Субтитры создавал DimaTorzok Нужны были новые песни после этой победы, песни, которые бы воодушевляли народ на борьбу за мир. Этот сюжет снят кинохроникой в 1949 году. В 1947 году, когда зарождалось движение сторонников мира, Анатолий Новиков вместе с поэтом Львом Ашанином написал одну из первых песен о мире – гимн демократической молодежи. Песня дружбы запевает молодежь, 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 Эту песню на вышке уйдет. Гимнем этой песни стало не сразу. Сначала она называлась «Маршем» и среди других песен была направлена в Прагу на первый Всемирный фестиваль молодежи. Песня распространилась с необыкновенной быстротой. Ее пели на улицах, в трамваях, на площадях. Она была подхвачена всеми участниками фестиваля. Через два года на втором Всемирном фестивале молодежи «Марш» стал гимном демократической молодежи. Я помню финал этого дела в Берлине. Это уже 51-й год, фестиваль там тоже был такой. Я был там как член жюри от наших московских композиторов. И вот на стадионе, когда закрывали фестиваль, флаг спущен, речи все сказаны, оркестр сыграл для цены вступления. И весь стадион встал, как один, и запели на всех языках этого песни. Больше всего немецкий был слышен. «Юген, а не стационар». И так далее. Потом наши товарищи немецкие нам рассказали. Знаете, вот сколько народу там пели? Больше чем миллион. На Унтердерлинген, на этом стадионе, на пробегающих улицах. Таким образом для меня вот фраза, когда мы говорим о массовых своих песнях, о наших песнях, что ее поют песню сотни, тысячи, миллионы там и так сказать. Это не простая фраза, это было, это факт. «Т MUSIC» «Юзер» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Мы везде, где трудно, вами не погас Трудовые будни, праздники для нас Сегодня мы не западаем, мы в Камбудит, куда пути Замутит Печерской приваде, славяне верить впереди Замутит Печерской приваде, славяне верить впереди Если дали слово, мы не подведем Солнце жизни новой, на земле с дождем Сегодня мы не западаем, мы в Камбудит, куда пути Замутит Печерской приваде, славяне верить впереди 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 Замутит Печерской привад情 Замутит Печерской приваде, славяне верить Замутит Печерской приваде, славяне верить впереди Голос человеческий и песня нам дана с вами для того, чтобы украшать жизнь, чтобы эта жизнь у нас полнее была, красочнее, понимаете, и так далее. Мы объединяем сами себя, когда ходим молча, не поем. Вы сейчас учитесь, потом кончите, потом вы уедете наше совместное дело делать, очень важное. И я как композитор, старший товарищ ваш, очень прошу, значит, серьезно как-то на это дело посмотреть, на свое миссию. А что я как личность могу еще сделать для людей? Анатолию Григорьевичу Новикову в 1976 году исполнилось 80 лет. Свои раздумия о жизни, о музыке он высказал в книге «Песня в строю». Анатолий Григорьевич по-прежнему неутомимый. Он принимает участие в смотрах и фестивалях советской массовой песни, самодеятельного хорового искусства. И главное, он создает новые песни. Сан-Байкал, Лавовская, растет, Малистраль. Знаем, что трудностей много, но мы с пути не свернем. Здесь вырастает не только дорога, здесь мы и сами растем. Здесь травиночка узкая уходила в таежную даль. Сан-Байкал, Лавовская, растет, Малистраль. Сан-Байкал, Лавовская, растет, Малистраль. Сан-Байкал, Лавовская, растет. 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 Продолжение следует...